приветствую друзья поздравляю вас с наступлением такого прекрасного времени года как весна весна для тех кто понимает расшифровках значений слов задание расшифруйте комментариях значения слова весна может быть это два слова вес то есть есть весь и на весь все наши ответьте кто знает сегодня разберем такой вопрос почему некоторые документы срабатывают а некоторые нет ни для кого уже не секрет что государств мире не существует а есть некоторые компании которые взяли на себя управление людьми на определенной территории а как они взяли на себя управление по сути они пользуются во все времена безграмотностью людей которые сами же и создают непрерывно отупляя народ различными лже науками и подтасовывает только для них удобную информацию чего стоит только сокрытие всей правдивой истории древнего зодчества но это немного другая тема известно что вся система построена так что все действия между ее участниками не регулируются и оформляются векселями а самохождение этих векселей с юридической точки зрения регулируется морским правом сейчас многие конечно возразят мол естественно есть и другие права которые более значимы так-то она так но только есть между ними различия естественное право основана на конах и реализуется в живом слове человеческом то есть по естественному праву если общаются так назовем давай его субъекта то высшей юридической значимостью в нем обладает слово то есть понимаете да в обыденной жизни мы применяем естественное право когда разговариваем делимся информацией выдвигаем кому-то претензии требования но система это не живое существо она мертва как мертвы все ее персонажи и поэтому с ней нельзя общаться привычном для нас понимание а именно живым словом поэтому она избрала для себя такой как бы мертвый язык письменности на бумаге впоследствии в виртуальном пространстве и вот кто-то умный кавычках из них давным-давно придумал векселя и потихонечку помаленечку их внедрили впоследствии по всему миру и как следствие навязали их нам но как навязали с их-то точки зрения мы приняли эту систему векселей добровольно в их понимании раз поставил за корючку где-то значит это твое добровольное согласие им неважно понял ты то под чем подписался или не понял важно только твоя загугулина так например мы все с вами узнали относительно недавно что у них очень ловко получилось подсунуть нам на подпись вексель под названием паспорт гражданина рф они просто сказали надо подписать и все это сейчас уже кто начинает осознавать стараются не подписывать а в первоначальной выдачи этих паспортов я уверен сто процентов все расписались тем самым сгрузили на гражданина долги но долги этого гражданина не всегда плохо как некоторые неправильно считают ведь гражданин может быть должен и вам том числе понятно что недобросовестные управляющие пользуясь как было уже сказано безграмотностью получают выгоду за вас а иногда и в скольки-то кратном там размере и вот тут уже нам с вами надо проявлять смекалку и думать как выгоду направить нужное русло раньше мы с вами уже говорили что система воспринимает нас как бумажного человека и в основном безо всяких прав говорили также что нужно определиться кто ты есть на самом деле и в свою очередь показывать физ лицам этой системы ту самую бумаженцию о самоопределении мы также рассматривали что у системы для нас имеются некоторые подсказки теперь возвращаемся к теме сегодняшнего видео так почему же некоторые векселя срабатывают а некоторые нет вы наверное замечали что на большинстве так называемых законов принятых бешеным станком государственной думы в кавычках разумеется прописана дополнительная информация такого типа принят тем-то тем-то например госдумой ведем в действие тогда-то тогда-то это еще одна из юридических хитростей системы они обозначают да мы это приняли а когда кто-то из нас делает вексель и направляет его в их структуры и в этом векселе указано какое-то наше право на основе того-то и того-то например на основе какой-либо декларации то системные клерки особенно более высокого ранга могут счесть что для вашего гражданина бенефициаром которого вы являетесь либо для другой персоны созданной вами же указана декларация или что-то другое на что вы ссылались в действие не введена и для указанной персоны не действует поэтому не лишним будет каждый раз делать упоминание о том что документ введен действие для персоны например рудков козьма давайте на конкретном примере разберем вот например вы составили декларацию самоопределение в ней указывайте что руководствуете с декларацией прав народов россии от 15 ноября 1917 года определяете себя как но тут кто как определился значит в этой декларации всего четыре основных пункта равенство и суверенность народов россии право народов россии на свободное самоопределение вплоть до отделения и образования самостоятельного государства отмена всех и всяких национальных и национально религиозных привилегий и ограничений свободное развитие национальных меньшинств и этнографических групп населяющих территорию россии соответственно обозначаем что руководствуясь декларации прав народов россии от 15 ноября 1917 года принятой мною такого-то числа и далее по тексту а если в другом вексе ли ссылайтесь на закон например р.ф. и закон в кавычках конечно же то пишите введем в действие такого-то числа для пруткова козьмы вы же его учредитель вы ввели в действие для него какую-то норму вот одну из многочисленных хитрости системы мы так и обойдем конечно же это только одна из всех преград которые утаиваются немаловажным будет еще и само составление векселя но это уже другая тема мира и добра вам до встречи